Среди всех космических тел меньшую из опасности представляют метеориты, говорят специалисты. Для астрономов они всего лишь маленькие объекты, которые рассыпаются и сгорают еще в атмосфере. Кстати, это одна из версий образования серебристых или перламутровых облаков. Все это так называемая метеоритная пыль. А вот астероиды это уже другой вопрос. Небесное тело диаметром в среднем километр. Его трудно увидеть через телескоп, такие объекты отражают мало света и летят очень быстро. Поэтому опасности есть. Пусть даже пока чисто гипотетическое. Вблизи Земли, если вектор скорости направлен под каким-то там произвольным углом, то это там складывается скоростью, мы видим быстрое движение. За исключением тех, которые гонятся за Землей, тогда минусуем 30 километров в секунду саму скорость Земли. Поэтому мы видим медленно движущиеся какие-то объекты. То есть с Земли может казаться, что такой астероид просто стоит на месте. Смотреть на него можно долго, пока не станет слишком поздно. Впрочем, паниковать не нужно, говорит Александр Ефимов. За последние 100 лет только на территории России упало всего три метеорита. Сихотай-Алинский, Тунгусский и Челябинский. Притом падают все преимущественно в Сибири и на Северном Урале. Ну вот сейчас поставлена задача создать специальную службу для вылавливания вот этих самых опасных тел астероидного типа. Обломков астероидов или комет, не важно. Заключается в том, что разносятся телескопы, они по точкам Лаграна на орбите Земли, удаленные с опережением и отставанием от Земли примерно на 60 градусов. И с противоположной стороны от Земли такую штуку. Система будет работать автоматически и улавливать все угрозы для планеты. Будь то комета, астероид, а может и какой неопознанный летающий объект. Но мы к этому будем готовы. А есть ли опасности в космосе сейчас? Ответ простой. Сегодня реально крупных нет. В ближайшие 400-500 лет такое возможно. А в ближайшие, допустим, 50 миллионов лет. Это очень вероятно. Причина такого страшного будущего в том, что Солнечная система сегодня над плоскостью галактики. Когда мы попадем в саму плоскость, то столкнемся с большим числом космических объектов и пыли. Но произойдет это минимум через 50 миллионов лет. Так что переживать не стоит. Лучше пока подумать о делах вполне земных. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.